Друзья, уделите минутку ваше времени. На улице летом, жара. Но у вас по каким-то причинам нет возможности поехать на речку. А рыбалка вам только снится. О таком виде отдыха, как море, вы можете только мечтать. Значит, предлагаю вам посмотреть данное видео. В данном видео я покажу и расскажу, кто чего и почем продает. Будут находки как обычных камрадов, так и коллекционеров. Чего продают, сколько хотят и сколько им за это реально дают денег. Так что, если вам это интересно, усаживайтесь поудобнее и будем смотреть вместе. А тем, кому не интересно, идите дальше бороздить просторы инета. На прошлой неделе у нас было продано очень много лотов. Некоторые дорогие, а некоторые просто интересные. И вот у нас первый лот из разряда интересных довоенный трофейный немецкий велосипед Мифа. Материал разный. Справедливо. Состояние по фото. Продавец написал, что все запчасти оригинальные. Сделал фотографии. Много, чтобы все видели. За лотом следило всего три человека. Стартовая цена была в 100 долларов. И под окончание торгов была сделана всего лишь одна ставочка. И лот продан за все те же 100 долларов. Или 6 345 рублей. Красивый велосипед. Можно починить и кататься. Следующий лот из разряда недешевых. Лот средные ручки от Торы. Материал серебро. Состояние по фото. Высота у всех ручек разная. От 11 до 19 сантиметров. А вот диаметр основы одинаковый. 14,7. Вес у всех приблизительно около полкилограмма серебра. За лотом следило 30 человек. Стартовая цена была в 3224 доллара. Было сделано 18 ставок и лот ушел за 3800 долларов. Или 239 878 рублей. Следующий лот средневековые ложки. Набор. Материал серебро. Состояние по фото. Продавец пишет. Ложки не мыты, не чищены. На маленькой отвалилась деталька. Ну это видно. Ложки у нас 17 века. Данный лот вызвал немаленький интерес. За ним следило 110 человек. Стартовая цена была в 100 долларов. Было сделано 97 ставок. И данный лот ушел за 2825 долларов. Или за 177 941 рубль. Ого-го. Был на торгах и такой вот лот. Бронза эротика. Состояние БУ. Описание. Оригинальная бронзовая статуэтка. Эротического содержания. Вес 1 килограмм 50 грамм. Размер 180 на 80 миллиметров. За лотом следило 3 человека. Стартовая цена была в 117 долларов. И только один человек сделал ставочку и лот ушел за все те же 117 долларов. Или за 7361 рубль. Интересно для каких целей его взяли. В следующем лоте у нас 3 ордена. Орден Ленина. Боевого красного знамени. И красной звезды с документами. Материал золота, платина и серебро. Состояние по входу. За лотом следило 27 человек. Стартовая цена была совсем не скромная. 1169 долларов. Было сделано 83 ставки. И лот ушел за 1530 долларов. Или 96382 рубля. Красиво. Красиво. И вот у нас имперское серебро. А именно рубль 1913 года. По Будкину. Состояние редкости R1. Материал серебро. Состояние по фото. Продавец пишет. Впервые на аукционе. Один из самых редких рублей Николая Второго. Было задано очень много вопросов. Чтобы сделал фотографии отдельно. Бороды, ухо, цифру года. И монетки со всех сторон. Следило за лотом 127 человек. Стартовая цена была меньше доллара. Было сделано 216 ставок. И лот ушел за 1492 доллара. Или 93 996 рублей. Вот это тебе империя. Лот часы. Но не простые часы, а золотые. А именно золотые часы победа. Материал золото, металл. Состояние по фото. БУ, но рабочие. Часы рабочие. Общий вес 55,8 грамма. Браслет 39,3 грамма. Корпус 16,5 грамма. Продавец сказал, отвечу на любые вопросы. Следило за лотом 11 человек. Стартовая цена была в 1350 баксов. Было сделано 26 ставок. И лот продан за 1440 долларов. Или 90 747 рублей. Вот это тебе часики. А вот лот мечта. А именно, окинак биметаллический. Материал железа и бронза. Состояние по фото. Продавец пишет. На ручке бронзовая петля. Длина окинака 40 сантиметров. Ширина возле основы 37 сантиметров. Вес 488 грамм. Ручку чуток зацепил лопатой. На фото все покажу. За лотом следило 56 человек. Стартовая цена была в 201 доллар. Было сделано 66 ставок. И лот продан за 1217 долларов. Или 76 659 рублей. Когда же я такой найду, а? Лот карманные часы. Материал и состояние по фото. Серийный номер 203 491. И номер на задней крышке. 6 и 3 единицы. Стартовая цена была меньше доллара. Следило за лотом 8 человек. Но продавец установил блицену в данном лоте. И вторая ставочка была по блицене. И ушел лот за 1007 долларов. Или 63 460 рублей. Но кто-то пошутил над продавцом. Сказал, зря вы поставили блицену. Намекнул на то, что лот ушел был намного дороже. Вот тебе и думай. Лот колчанный крюк с мотивами звериного стиля. Материал бронза. Состояние хорошее. Продавец добавил. Крюк имеет красивую стекловидную патину. В хорошем состоянии. Без повреждения. Тельхоз химии не мылся. Был протерт на сухую. Ничем не вскрывался. Личная находка. По желанию покупателя будет известен район находки. Размер. Длина 9,5. Ширина на 4 см. Если будут нужны дополнительные фотографии, пишите сделаю. И конечно же фотографии попросили в макросъемке. Было сделано очень много фотографий. За лотом следило 83 человека. Стартовая цена была 201 доллар. Было сделано, только вслушайтесь, 234 ставки. И лот продан за 1007 долларов. Или 63 460 рублей. Вот это личная находка. Неплохо, неплохо. А вот кто-то нашел неплохой кошелечек монет. Кошелек монет 6 штук. Постояние по фото. Материал серебро. Общий вес находки 160,4 грамма. За лотом следило 28 человек. Стартовая цена была всего 3 доллара. Наверное для большего азарта. Было сделано 207 ставок. И данный кошелечек ушел за 937 долларов. Или 59 тысяч 5 рублей. Вот это тебе кошелечек. Очень интересный знак. Я такого еще не видел. Судя по фото, знак был не копанный. А где-то лежал в тумбочке. Лот, знак ОСС, нарком общмаша, СССР. Материал разный. Состояние по фото. Продавца попросили сделать разные фотографии. Из разных сторон. Гайки, винта. Он это все сделал. Поставил цену в 403 доллара. За лотом следило 35 человек. Сделали 68 ставок. И данный лот был продан за 778 долларов. Или 48 тысяч 991 рубль. Красивый знак. Пойдет кому-то в коллекцию. Смотрите какая красавица. Лот. Ватиканская шпага. Конца 18-го. Начало 19-го века. Продавец пишет. Редкая шпага 18-го, 19-го века. Из вооружения дворянской гвардии. Которая была сформирована Папой Римским Пием Седьмым. 11 мая 1801 года. Как полк тяжелой конницы. Основана в 1527 году Павлом Четвертым. И распущена 20 февраля 1798 года. Состояние хорошее, без коррозии. Все в оригинале, никаких вмешательств не было. Не было прекрасный экземпляр для личной коллекции. За лотом следило 29 человек. Стартовая цена была меньше доллара. Было сделано 47 ставок. И данный лот продан за 764 доллара. Или 48 тысяч 102 рубля. Вот это шпага. Следующий лот это медаль 20 лет РКК. Материал серебро. Состояние по фото. Было задано очень много вопросов. Потому что некоторых людей беспокоило состояние эмали. Они удивлялись как так в земле сохранилось в таком состоянии. И некоторых смущал гвоздик, который ставлен в ушко медали. Потому что там должен быть явно не такой гвоздик. Лотовец на все ответил. Обсудили. Кому понравилось, кому нет. Но за лотом следило 54 человека. Стартовая цена была меньше доллара. И было сделано 126 ставок. И лот продан за 562 доллара. Или 35 тысяч 425 рублей. Металлоискатель Гарретт. Это Голд 2. Если мне не изменяет память. Это тот, что можно по самые помидоры пихать в воду. И ничего ему не будет. Продавец пишет. Материал разные состояния. На фото нормальные. Описание. Катушку покрыли эпоксидкой для защиты. Так как много таскали по морскому дну. Работает нормально. Без глюков наушников. Нет. Точнее в наушниках нет контакта. Причину не установили. И опять же пишет. Наверное нет контакта. Следило за лотом всего 2 человека. Стартовая цена была 342 доллара. И в этом лоте была установлена блиц цена. И со второй ставочки лот ушел по блиц цене. За 363 доллара. Это 22 тысячи 842 рубля. Достаточно интересный прибор. А именно морской секстант. Старинный. Написал продавец. Материал разный. Состояние рабочее. Описание пишет продавец. Купил в одной старой женщине. У которой отец работал в КГБ. У нее было очень много вещей. Которые были связаны с музейными экспонатами. И имели инвентаризионный номер. Как на этом приборе. На точку зрения многих антикварщиков. Этому прибору больше 100 лет. Видно, что цифры нарисованы вручную. Данный прибор полностью рабочий. Стартовую цену поставил меньше доллара. Наверное, для большего азарта. Следило за лотом 26 человек. Было сделано 129 ставок. И лот продан за 303 доллара. Или 19 063 рубля. Угу. Ничего себе приборчик. Лот ковер довоенных 20-х годов. Ручной работы. Состояние, отметил продавец. Материал чистая шерсть. Состояние по фото. Как для БУ отличное. Размер 507 на 152 сантиметра. Вес данного ковра 8 килограмм. Следило за лотом 5 человек. Стартовая цена была 241 доллар. И из этих 5 человек только один сделал ставку. И лот продан все за те же 241 доллар. Или 15 230 рублей. Неплохо, как для коврика. Многие из вас, наверное, видели современную ручную сейлку. А некоторые, может, даже пользуются такой на своей даче. Это, наверное, прародитель нашей сейлки. Сейлка плюс культиватор со сменным комплектом. Американской фирмы Planet GR. Материал железа. Состояние по фото. Механизм сейлки. Полностью рабочий. В описании продавец написал. По возрасту около 150 лет. Ого! В то время поставлялись из Америки в царство и Россию. Как новые технологии. Ух! Стартовую цену поставил. Небольшую. Для большего азата. Меньше доллара. За лотом следило 13 человек. Было сделано 35 ставок. И данный лот продан за 201 доллар. Или 12704 рубля. Раритет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова